Полгода назад 19-летний Даниил попал в автомобильную аварию после тяжелейшей черепно-мозговой травмы. В одночасье лишился возможности ходить и говорить. Впервые за долгое время Даниил готовится снова встать на ноги при помощи тренажёра Гросса и его изобретателя Юхана Гросса. Вместе с сыном Артуром они смонтировали оборудование в реабилитационном центре «Белая сова». Приспособление, напоминающее прыгунки, обеспечивает вертикальное положение тела и страхует от падений. Нагрузка регулируется с помощью эластичных ремней. Все, кто находится в подобном положении, как мой ребёнок, они не могут в парализованном теле ничего сделать. Такие тренажёры – это шанс для того, чтобы они могли себя почувствовать вертикально, стояче. Автор запатентовал тренажёр в 1991 году. Придумал ещё раньше – для оттачивания техники юных фигуристов. Сам в прошлом четырёхкратный чемпион Эстонии по фигурному катанию Юхан Гросс понял – его изобретение может помочь тренироваться детям с ДЦП и людям после травм и инсультов. Все встают с первого раза. Мы нагружаем, сколько ребёнку приятно, комфортно и инструктору удобно, чтобы инструктор не таскал на себе. В ноябрьске с детьми и взрослыми будут заниматься три инструктора по лечебной физкультуре. Все они прошли мастер-класс от самого Юхана Гросса. Если нужна помощь, от таких центров, где установлены эти тренажёры, очень мало. Именно у нас на Ямале. Мы, конечно, будем рады принять деток не только из Ноябрьска. Купить тренажёр и пригласить его автора в Ноябрьск общественники смогли на средства социального гранта газодобывающей компании. Ты просто не сиди, тебя давай на твои ноги. Уже пора. Разбудить рефлексы, дать пациенту почувствовать уверенность в своих силах. На это понадобится время и регулярные занятия в тренажёре Гросса. Ольга Климова, Александр Гончаров. Время. Ямала. Ноябрьск.